С церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» 300 лет назад началась Саровская обитель. Но по стечению обстоятельств восстанавливают этот храм последним. Первое здание церкви было деревянным и осветили его летом 1706 года. Почти 40 лет она была главной в Саровской пустыне. В середине XVIII века начали строить каменное здание храма. Во время археологических раскопок два года назад специалисты определили примерное место нахождения фонтана, который символизировал собой живоносный источник. А также обнаружили останки монахов и благотворителей монастыря. После революции в церкви располагались общежития и столовая. В середине XX века храм сравняли с землей. Восстанавливать церковь начали весной прошлого года. Этим летом приступили к росписи стен. Работы выполняют художники иконописной мастерской «Ковчег». Мы отталкивались от старых фотографий, хотя их не так много по живоносному источнику. Их даже по интерьеру одна фотография, пожалуй, известная, где запечатлен именно вот эта часть храма – четверик. Четверик еще заставлен строительными лесами. Роспись храма иконописцы начали с алтаря. Его будут украшать классические сюжеты. Моление о чаше, тайное вечерие, распятие, снятие с креста, вознесение. В центральном барабане нанесут изображение спасителя с державой. Работаем в стиле академической живописи, масляными красками. Соответственно, соответствующая подготовка нужна для стен. И работа начинается с эскизов, с проектов. Пока мастера только набирают обороты. Всего над росписью стен храма трудится 15 человек. Это сотрудники иконописной мастерской и саровские художники. Освещение храма планируется через год. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.